Статистика наука упрямая и в этом году она не радует инспекторов ГИБДД. Всего за 7 месяцев на дорогах Подмосковья произошло свыше 300 происшествий, в которых 14 детей погибли и 325 пострадали. Рост по всем показателям наблюдается во многих муниципалитетах региона, в том числе и в Одинцовском районе. В этом году и в Одинцовском районе один погиб ребенок, это в старом городке, когда упал с мотоцикла. И у нас девочка в часах, бабушка так называемая, с 72-го года рождения, сама подкинула свою внучку под машину. За ошибки взрослых расплачиваются дети, причем иногда жизнью и здоровьем. Кто-то сэкономил время и перешел дорогу в неположенном месте, показав ребенку, что так можно делать. А кто-то вручил ключи от скутера, не позаботившись об экипировке и не убедившись в том, что новоиспеченный байкер знает правила дорожного движения. Все та же статистика утверждает, чаще всего участниками ДТП становятся подростки именно на работе с ними и будут делать акцент в этом году госавтоинспекторы и сотрудники школ, отвечающие за безопасность. Маленькие детей мы охватить-то сможем, а старшеклассников почему-то мы их не охватываем. Это начинается, получается, седьмой, восьмой, девятый, десятый класс. Вот это основные направления. Потому что они считают себя уже взрослыми, самостоятельными и, соответственно, они уже забывают правила дорожного движения, не хотят их вспоминать, либо придерживаться этих правил дорожного движения. Найти и обезопасить эту непростую миссию должен выполнить заместитель по безопасности каждой школы Одинцовского района, причем в кратчайшие сроки. Вы в первые дни сентября просто должны будете выявить всех тех детей, кто пользуется веломототранспортом. И не только провести беседу с вашей стороны с детьми. Без этого мы никуда. Инструктаж, беседы, занятия. Но и также пригласить родителей на индивидуальную беседу. На помощь сотрудникам школ готовы прийти байкеры и госавтоинспекторы. Они, как никто другой, знают, насколько опасным может быть двухколесный транспорт. Весь сентябрь у образовательных учреждений будут дежурить сотрудники ГИБДД на мотоциклах. Кроме того, запланированы общешкольные мероприятия и классные часы, посвященные безопасности дорожного движения. Но и этого недостаточно. Пришли к единому мнению участники круглого стола. Если в большой профилактической работе не участвуют родители. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». По работе.